всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл модель достаточно популярная 7ми 9 обычный я с ним сделал несколько вещей благодаря которым телефоном стало пользоваться намного приятнее лично мне возможно вам эта информация также пригодится это некий такой тюнинг он очень простой доступен каждому не нужно залезать куда-то на сайты типа for pda или куда-то еще делать со смартфоном какие-то очень многим непонятные вещи делается все ничего в смартфоне не взламывая не ломая там ничего все очень просто но первая вещь которая меня в миде по-настоящему раздражает знаю что многих совершенно это не печалит и не раздражает но меня раздражает то что сяоми убрали возможность скрыть вырез под фронтальную камеру решается это очень просто по крайней мере есть несколько программ я поставил первую попавшись я не уверен как правильно по-русски и назвать поэтому просто оставлю на нее ссылку и вы видите ее на экране на самом деле чтобы программа корректно работала она делает две важных вещи первое она скрывает вот этот вырез под фронтальную камеру как и должно быть оставляя только часы и сигнал сети там bluetooth значок и так далее и второе она скругляет эти углы ребят это не менее важно потому что часто бывает углы со всех сторон закругленные с четырех сторон а когда монобровь или вырез скрываешь то здесь все почему-то квадратное то есть углы квадратные здесь же мы степень закругления выбираем для того чтобы эта программа работала нужно найти нужно зайти в эту программу и разрешить постоянно отображать ее поверх окон это делается вручную и один раз энергию скорее всего она поджирает но немного я не заметил большего расхода батареи и она работает корректно теперь куда бы я ни зашел у меня везде скрыт вырез замечательно вторая вещь которая сделал почти сразу тут тоже дело вкуса я поставил обычный из play market а то программа тоже разумеется из play market а не надо скачивать со сторонних источников ничего я поставил себе пока лаунчер мне он действительно нравится мне он нравится больше чем обычный стоковый лаунчер от сяоми там нет например меню приложений все ярлыки вынуждены держать только на рабочем столе а когда пользуешься телефоном долго у тебя там может быть 50 60 может быть больше приложений можно конечно раскидать все по папкам на рабочем столе но мне удобнее когда есть выбор это действительно удобно плюс пока лаунчер он действительно удобный хороший я его использую на разных телефонах которыми пользуюсь это классный лаунчер и третья вещь я снимал целый выпуск который многим из вас понравился это google камера вот тут к сожалению нужно скачивать уже откуда-то со сторонних ресурсов будьте аккуратнее не подцепите никакой вирус скачивайте с проверенных источников скачиваете google камеру активируете и на мой взгляд фотографии получается лучше я это доказал видео которое я снимал но конечно вы со мной можете не согласиться глаза у всех разные но на мой взгляд google камера больше деталей лучше четче контрастней кроме ночной съемки ночная съемка лучше использовать камеру обычную в принципе на этом у меня все я очень вам рекомендую если вас раздражает вырез под фронтальную камеру использовать программу с play маркета ссылку я на нее оставлю рекомендую поставить лаунчер от того же сяоми пока лаунчер это разработка сяоми и если уж совсем хочется улучшить качество фотографий то конечно ставьте google камеру опять же еще раз google камеру я скачивал просто с интернета ссылку я оставлю но пожалуйста будьте внимательны лучше скачайте где-нибудь на проверенном ресурсе тот же for pda например потому что есть возможность занести на аппарат вирус и просто так вот просто так как байки ходят на android вирус и так ничего не случится если ты все скачиваешь только с play маркета максимум рекламы может быть в приложениях в этих а чтобы что-то со смартфоном случилось вы должны скачать разрешить установку приложения не из play маркета нажать кнопку дать приложению доступ и только тогда если что-то не так это приложение пропишется у вас в памяти и может какие-то данные вы можете потерять просто так ничего не случится поэтому с google камеры осторожней принципе на этом все если вам нравится то что я делаю ставьте лайк не нравится дизлайк на лайк конечно лучше и получайте больше кайфа и драйва от своего телефона и это не только mi9 касается но вот в mi9 почему-то убрали мне действительно теперь прям идеально использую как второй телефон счастливо